Настоящий карман и навигатор для слепых и слабовидящих создали в Новосибирском НГТУ. Прибор определяет опасность на расстоянии 4 метров и сообщает об этом человеку. Работает даже в туннеле. Девайс уже тестируют люди с нарушениями зрения. Как работает техника, узнала Алена Кузина. Датчик определяет препятствия нависающие. Два датчика, они под углом расположены, это фронтальные датчики. Они позволят определить препятствия перед вами. И один датчик смотрит четко вниз, для того, чтобы вы могли видеть ямы, лестницы и так далее. После небольшой инструкции Светлана Лопацкая, инвалид по зрению, пробует виброгид в деле. Пока передвигаться в помещениях и на улице, ей помогает трость и собака-поводырь Азалия. Новое устройство, по словам девушки, не сможет полностью их заменить, но станет дополнительным помощником. Прибор сообщает голосом и вибрацией о преграде за долю секунды. Когда я его пробовала, меня поначалу немножко отвлекало. Мне было интересно, на что он среагировал. И мне очень хотелось вот так вот повернуть и посмотреть, что это он там определил. На колонну срабатывало, на цветочки срабатывало, на стену срабатывало. И я понимала, что ага, можно ускориться, можно побыстрее пойти. Программно-аппаратный комплекс разработала команда студентов и преподавателей НГТУ за полгода. Звуковые и пролетные датчики точно распознают предметы. Всю информацию обрабатывает микроконтроллер. Так называемый слабый искусственный интеллектор, реализован на микропроцессоре. То есть это достаточно жесткая логика. То есть мы прописываем все типовые ситуации, с которыми возможно встретиться инвалид по зрению. Постоянно ведем и дорабатываем функционал этого устройства. Допустим, у нас инвалид по зрению походил, сказал, что ему было тяжело передвигаться на парковке, искать узкие проемы между машинами. А это, в принципе, такая очень нетиповая ситуация. То есть мы реализовали эту ситуацию, и теперь он позволяет определять проходы между машинами. То есть вот эта доработка, она многоитерационная и очень полезна. Устройство работает в автономном режиме. Даже если человек будет находиться в туннеле без связи, то виброгид все равно предупредит об опасностях. Девайс можно использовать в любых погодных условиях. Ни снег, ни дождь ему не страшны. Для удобства все элементы управления подписаны шрифтом Брайля. Работали и над формой. Сначала хотели сделать в виде броши, потом как браслет. В итоге нашли оптимальный вариант. Устройство в форме кастета весит 400 грамм. Удобно и легко держать в руке. На расстоянии 4 метров видят препятствия и сразу сообщают о них человеку. Такой прибор можно использовать без зарядки 3 дня. Сейчас устройство активно тестируют люди с нарушениями зрения. Следующий шаг разработчиков – включить устройство в список технических средств для реабилитации. И массовое производство виброгидов. Алена Кузина, Александр Ведерников, Новости ОТС.